Всем привет! В этом видео я приготовил для вас партию Магнуса Карлсона и Ле Куанглема с шахматной олимпиадой 2024. Партия была сыграна вчера, 19 сентября. Контроль времени в партии классический. 1 час 30 минут каждому игроку на партию. Конгрэм начинает партию ферзевой пешкой ходом d4. Магнус Карлсон отвечает конем на f6. Гибко. c4 отвечает белый и захватывает центр. Ну а Магнус ходом e6 подготавливает прорыв по центру d5. Конь f3 развивают королевского лошадя белые и Магнус сразу же ударяет по центру ходом d5. Конь c3. Ле Куанглем предлагает Магнусу в жертву пешку на c4. Но в таком случае он захватит центр ходом e4. Не хочет Магнус, конечно, такого допускать и просто играет c6. Получая вот такой интересный треугольник по белым полям. Да, конечно, слон здесь белопольный у черных запирается. Но ничего страшного, позиция закрытая, Магнус и из этого выпутается. Белые выводят своего слона на g5, связывая коня на f6. И Магнус подтягивает вторую коняшку на d7, подкрепляя коня на f6. e3. Белые открывают калитку своему белопольному слону. Но Магнус прогоняет чернопольного слона белых. Слон отступает на h4. Слон e7. Подготавливая рокировку. Белые же пока не спешат с рокировкой, а сначала подводят свою ладью по линии c. Карлсон заканчивает развитие королевского фланга, рокирует короля в безопасное место. Ну а белые продолжают выступать на ферзевом фланге. После хода a3 они в дальнейшем, возможно, будут проводить пешку на b4. a6. Зеркальный ответ от чемпиона. Создается угроза взятия на c4. И после взятия слоном, кажется, что слон у нас развивается в один присест, съедает сразу пешку. Но тогда можно подставиться под b5. И у черных может образоваться неплохая инициатива. Поэтому леконглем сразу же разменивается на d5, чтобы не допустить этот вариант развития событий. Магнус забирает пешку на d5, и мы получаем карлсбадскую структуру пешек. Пешки черных указывают на королевский фланг, белых на ферзевый. Но в этой партии пойдется немножко по-другому. Итак, белые наконец-то уводятся у ферзя на c2, подготавливают рокировку после хода слон d3. Конь черных отступает на e8. Хочется разменять чернопольных слонов Магнусу. Слон белых отступает на g3. Слон d6, и теперь слон уже пойман на размен. Конечно, могут здесь белые повторить позицию ходом слона h4, но и на это у Магнуса явно что-то было заготовлено. Белые же выводят своего слона на d3, и после взятия слоном на g3, Магнус сдваивает пешки же белым. Но вскрывает ладью, довольно неприятно, на короля черных. Плюс еще и небольшая батарея, построена у белых со слоном и ферзем, но ничего страшного. Белый король все-таки еще в центре, и непонятно, куда он здесь пойдет. Конь f6, закидывая своего коня поближе к своему королю, теперь шах на h7 будет невозможен. Ну и в дальнейшем черный конь с e8 придет на d6 и будет контролироваться поле на e4. Итак, конь e5 закидывает коня белые, конь d6. Всевозможные надвижения белыми на королевском фланге, например, ходом g4, только мнимые угрозы, ведь у черных здесь все хорошо схвачено. Но и белые в этой позиции решают пойти f3. Таким образом, беря под контроль поле на e4, теперь ни один из черных коней туда не попадет. Ну и в дальнейшем, возможно, будет проведена пешка на e4. Ладья e8 подводит ладью в магнус. Неприятно рентгенов смотря на белого короля. Также конь на e5 здесь не самый прочный. Белые переводят своего коня на e2, и конь белых попадает под неизбежный размен. Ходом конь d7 выбиваем коня с e5, хотим взять и после взятия забрать ладьей. Правда, белые в этой позиции находят креативный ход ладья h5. Таким образом, укрепляя своего коня на e5, теперь на взятие произойдет взятие пешкой. И здесь уже действительно можно будет получить что-то черными на королевском фланге. Следует ход f6. Вот такой диковинный ход от магнуса, конечно, ослабляя белые поля вокруг своего короля, но получается выменить важнейшую фигуру коня с e5. Уклониться от этого размена у белых особо не получается. Например, если попытаться пойти конем на g6, то тогда мы заберем пешку на e3. Ну и здесь уже может посыпаться позиция белых по центру. Поэтому следует размен на e3, взятие слоном, и пешка на e3 действительно начинает зависать у белых. Король f2, защищая эту пешку. И чемпион в получившейся позиции поднимает по-настоящему классный ход. f5. Таким образом ограничивая белых по центру. Теперь g5, точнее g4 они уже не смогут провести. Ну и e4, конечно, можно будет просто забыть. То есть пешка на e3 теперь навеки вечной останется слабостью. Ну и, конечно, полностью вырубается здесь белая ладья из игры. Например, сдвоение ладей по линии h ничего здесь абсолютно белым не даст. Ведь кроме этих ладей у белых пока атакеров не видно. И белые решают подвести свою ладью по центру ходом ладья e1, укрепляя пешку на e3, если отойдет конь. Ничего лучшего за белых здесь и не было. Но теперь прилетает удар ладьей на e3. Магнус жертвует свою ладью. Король забирает ладью и следует шаг ферзем на e8. Двойной удар на короля с шахом и забираем ладью на h5. Король вынужден отступать, ферзь забирает на h5. Итак, у черных одна лишняя пешка, которую ладья съела на e3. Вот только как часто это бывает, когда одна из сторон выигрывает материал, ну либо в данном случае пешку, игрок напротив может получить небольшую инициативу. Так и получается в этой партии. Белый активизирует своего ферзя. Ферзь идет на c5, нападая на коня на d6. Магнус возвращает своего ферзя на g6, подкрепляя коня, но ферзь лезет дальше на c7. Довольно неприятно. Однако ферзь f6. И после хода ферзь c7, белые пытаются съесть слона на d7. Слон отступает на e8. Вот так немножко раскорячился здесь Магнус. Ладья на a8 неактивная. Ну а белые фигуры начинают раскручиваться. Конь идет на f4. Теперь абсолютно все белые фигуры начинают резко играть. Ладья подключается по линии e. Начинает подграживать ход ладья e6. Нападение на ферзя и на коня на d6. Магнусу нужно на это реагировать. И он находит сильнейший ход в этой позиции. Ладья идет на c8, прогоняя белого ферзя. Леконглем, продумав в этой позиции ни много ни мало 3 минуты, решается на жертву своего ферзя. Кроме жертвы ферзя, он не видит никакого пути сохранения своей инициативы. За ту пешку, которую он отдал на e3. И он отдает своего ферзя на c8. Вот такая тактика. Ферзя, естественно, нужно забирать, иначе останемся без материала. И после взятия коня на c8, белые забирают шахом слона на e8. Теперь под боем король под шахом, ему нужно отступать. И после отступления короля на f7, белые съедают коня на c8. Получаем следующую позицию, где у Магнуса Карлс на ферзь, а у белых три фигуры. Две легкие и одна тяжелая ладья. Также у Магнуса одна лишняя пешка, но пока ее, конечно, незаметно. Плюс черные сразу же могут выиграть еще одну пешку. Магнус забирает пешку на d4 с шахом. Король отступает на f1, и перед черными встает вопрос, что им делать? Ведь теперь белые хотят, например, пойти ладья c7 с дальнейшим выигрышем пешки на b6. Ну и пешки, конечно, ферзевого фланга могут посыпаться. Конь довольно активно стоит на f4. Плюс слон угрожает съесть пешку на f5, которая не защищена. Но находится сильнейший ход данной позиции g5, сгоняя коня с насеста на f4. Дальше зависнет курочка на d3, ведь единственный защитник это конь на f4. И кажется, что все, вот белые развалились. Если конь отойдет, то потеряется слон на d3, да еще и с шахом на короля. Правда, белые достают козырь из рукава. Они ходят ладья f8, жертвуя свою ладью на f8. Брать ее, естественно, нельзя, ведь на взятие последует шах вилкой, вилка конем на e6, на ферзя и на короля на f8. Также отступать королем нужно крайне аккуратно. Например, на g7 также последует вилка конем на e6, на короля на g7 и на ферзя на d4. Единственное отступление здесь – король e7, чтобы не потерять ферзя. Но тогда следует шах конем на g6. Конь дает шах, а также защищает свою ладью на f8. Черные вынуждены отступать на d6, и теперь уже слон может съесть пешку на f5. Худшее для белых вроде бы позади. Также черным нужно всегда опасаться коня, ведь он может поставить страшнейшие вилки на короля и на ферзя. Магнус съедает пешку на b2, f4. Казалось бы, такой довольно неказистый ход за белых, что он здесь вообще делает. Ну а белые начинают вить грязные игры вокруг черного короля. Хотят поставить коня на e5 и угрожать всякими вилками и шахами, ладьей, слоном и, конечно же, конем. Ферзь едает пешку на a3, продолжая набивать себе желудок. Белые отходят королем на f2. Опять план Магнуса ясен – довести одну из пешек к ферзи и выиграть партию. К е5 белые централизуют коня. А4 черная пешка продолжает свой марш ферзи. А белые нападают на пешку b7, ладьей на f7. Магнус дает проверочный шах королю на b2. Король отступает на f1, ферзь b5 шах и слон d3. Белые перекрываются от шаха и активизируют своего слона. Ферзь отступает на b3 и слон возвращается на f5. Таким образом, Леклангем пытается вывести Магнуса на ничью после хода. Ферзь b5, вернуть слона на d3 и повторить позицию. Но Магнус, естественно, ее не повторяет. А дальше ведет свою пешку к ферзи. Пешка уже в двух шагах от превращения ферзя и матования белого короля. Конь d3. Кажется, что белые смирились своей участью проиграть эту партию и просто дают черным провести своего ферзя. И представьте, что бы случилось, если бы Магнус пошел в этой позиции a2 с идеей a1 ферзь. Он бы получил мат в один ход. Вот такой красивый ладья d7, шах королю. Поле на e5 контролируется конем и пешкой. Поле на c5 конем. Слон контролирует поле на e6. Ну и ладья здесь тоже все занимает у короля. Так могла бы завершиться партия, если бы Магнус зевал мат в один ход. Но он этого, естественно, не делает. После хода a3 он находит не менее филигранный способ провести своего ферзя. Итак, предлагаю вам найти ход за Магнуса Карлсона в этой позиции. Нам угрожает мат в один ход. Что нам делать? И Магнус в этой позиции решает пожертвовать своего ферзя. Забирает ферзем на d3. Напрямую ферзем Магнус съедает этого коня, который пытался заматывать его короля. Конечно, белые вынуждены брать этого ферзя, иначе пройдет еще один ферзь. Взяли a2. И никак белые уже не могут остановить проведение ферзя черных. Но никак они не успевают ни одной из фигур. Если ладья заберет на b7, то спокойно a1, ферзь. Белые еще, конечно, попытались. Взяли ладью на b7. a1, ферзь, шах. Король отступает на e2. И ферзь g1. Уж в этой позиции вьетнамец признал свое поражение. Все дело в том, что пешка на g2 неминуемо падет. За ней пойдет пешка на g3. И, скорее всего, пешка на f4. Ну и останется здесь у черных 4 лишние пешки, которые, конечно, без проблем дойдут ферзи. Ферзь здесь гораздо сильнее этих двух разрозненных белых фигур. Например, если попытаться устоять королем белых пойти на f3, защищая пешку на g2, то простое g4. Ферзь d1, шах, геометрия. Шах и нападение на слона. Если слон отступает, то съедаем еще и одну фигуру. Вот такая интересная партия получилась у Магнуса против вьетнамца на шахматной олимпиаде. Партия была сыграна вчера, 19 сентября. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и пиши в комментариях, какую партию еще ты бы хотел увидеть из шахматной олимпиады. Спасибо за просмотр и до скорого!